Добрый вечер! В эфире Вести Карачева Черкесия. Смотрите сегодня в программе. Туристическая сфера Северного Кавказа активно развивается последние годы. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании в режиме ВКС. Получение и замена водительских прав. Какие документы нужны на замену водительского удостоверения? Об этом и не только. Рассказали сотрудники ГИБДД. Это не просто работа, а произведения искусства, сделанные руками студентов колледжа культуры и искусств. В Черкесске состоялась защита дипломных работ. Нартовцы продолжают показывать отличную игру. Футболисты Карачева Черкесии выиграли у команды из Осетии со счетом 6-0. Глава Карачева Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в совещании по вопросам развития туризма на Северном Кавказе, которое президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции с участием членов правительства, полпреда президента ВСКФО Юрия Чайки и глав субъектов. Президент отметил, что российская туристическая индустрия активно развивается, наращивает привлекательность и выходит на новый уровень. Значительная доля внутреннего туризма приходится на субъекты СКФО, которые сегодня лидеры по росту посещений туристами. На совещании президенту доложили об уже реализуемых проектах. К примеру, о курорте Архыс, который дальше будет развиваться в новом формате под управлением стратегического инвестора, определенного конкурсом правительства России. Также были озвучены новые перспективные проекты по развитию туристической инфраструктуры, в том числе по Карачево-Черкесии. Кроме того, министр экономического развития Максим Решетников доложил президенту о проекте строительства аэропорта в нашей республике. Еще одно перспективное направление развития – строительство автодороги, которая могла бы соединить курорты Архыс и Красную Поляну. Рашид Тимрезов отметил, что такое внимание президента к отрасли в целом и к субъектам СКФО говорит о том, что внутренний и въездной туризм ждут значительные изменения, которые сделают наши субъекты еще более привлекательными для туристов, а самое главное – более комфортными и благоустроенными для жителей. Как и где поменять водительское удостоверение? Какой срок действия у него? Где получить новое и можно ли заменить право раньше? Какие документы нужны на замену водительского удостоверения? Когда нужна медсправка для замены прав? Ответы на эти вопросы узнавала Альбина Ламкова. Водительское удостоверение выдается на 10 лет, а затем меняется. Те, кто постоянно живет в России, могут получить его в любом подразделении ГИБДД. Существует три варианта замены прав – в ГАИ, через МФЦ и на сайте Госуслуг. Это самый быстрый и удобный путь. Какие необходимо внести документы? Обязательным предоставлением является медицинское заключение о состоянии здоровья, то есть, другими словами, медсправка, водительское удостоверение уже, срок действия которого истек, и подать заявочку, оплатить госпошлину. Госпошлина по замене получения водительского удостоверения – 2000 рублей. Очень удобно в портале его оплатить. Необходимые действия – это ввести номер карты и осуществить оплату. После оплаты госпошлины портал пришлет уведомление с пин-кодом. Без этого номера вы не сможете встать в электронную очередь и пропустите назначенное время. Процедура по замене водительского удостоверения в межрайонном регистрационном отделе занимает около часа. На месте фотографируют, оформляют водительское удостоверение и выдают. По замене водительского удостоверения в среднем ежедневно обращаются от 15 до 30 граждан. Это только замена водительского удостоверения. Также у нас в подразделении оказываются услуги и по первичному получению водительского удостоверения, и по открытию категорий. К примеру, если у гражданина уже была категория АБ открытой, необходимо открыть, например, категорию Д, С, гражданам необходимо пройти соответствующее обучение в автошколах. Замена водительских прав по истечении срока действия не единственная причина для их продления. В случае утери или хищения жалоба подается в экзаменационное подразделение, предоставляющее государственную услугу о получении нового водительского удостоверения. Здесь гражданам дается выбор. То есть, если у гражданина срок истечения еще довольно велик до окончания срока действия, ну, к примеру, скажем, водительское удостоверение национальное действует 10 лет. Если утеряли и срок истек, допустим, года 2-3, человек может не предоставлять медицинское заключение и получит новое водительское удостоверение на оставшийся срок действия. Но гражданин имеет право предоставить в этом случае и медицинское заключение, и тогда он уже получит водительское удостоверение новое со сроком 10 лет. Чтобы автомобиль мог стать полноценным участником дорожного движения, его нужно зарегистрировать. Регистрация осуществляется в межрайонном регистрационном отделе госавтоинспекции. Период его действия не ограничен и не требует постоянного продления. Однако в некоторых случаях регистрацию могут делать на ограниченный срок. Тоже очень удобно воспользоваться порталом госуслуг, подав заявочку. Портал подсказывает гражданам и в этой сфере порядок действий и необходимый список документов. В первую очередь, это, конечно же, при смене собственника транспортного средства, это договор купли-продажи, паспорт транспортного средства, свидетельство транспортного средства о регистрации. Также необходимыми являются и обязательными к предоставлению диагностическая карта и страховой полюс. В регистрационно-экзаменационном подразделении госавтоинспекции обрабатываются от 2 до 2,5 тысяч заявлений граждан в месяц. Это касается замены и выдачи водительского удостоверения, также регистрация транспортного средства. По водительским удостоверениям в среднем обрабатывается с положительным решением в месяц около 620 заявлений. Бывают, конечно, и отказы. По регистрации транспортных средств гражданам отказывают в случае, если на транспортном средстве, к примеру, есть ограничения. То есть полный список отказов, причин для отказа определен в нормативных документах. Это регламент 950. Водительское удостоверение в межрайонном регистрационном отделе можно получить во вторник, среду, четверг и субботу. Время приема документов осуществляют с 9 до 18 часов. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Как сообщают в Министерстве внутренних дел России, сотрудники МВД и ФСБ страны задержали преступную группу из 7 человек в Карачаево-Черкесии по подозрению в хищении денег, выделенных на развитие здравоохранения в регионе. ФСБ России и МВД России выявлены и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской республики. Сообщество специализировалось на хищении средств федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных препаратов, медицинского оборудования, а также выплату заработной платы медработникам. В рамках возбужденного по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации уголовного дела было установлено, что в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители Республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели и в том числе осуществляющие свою деятельность в других субъектах. По предварительным данным, ущерб превысил 100 миллионов рублей. Сотрудниками МВД России и ФСБ России были задержаны 7 лиц, подозреваемых в причастности к хищениям. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты крупные суммы. Оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия продолжаются. Сейчас прогноз погоды на завтра, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер западный 6-11, температура ночью 11-16, в горах до плюс 10, а днём 18-23 выше нуля и местами до плюс 15. В южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске кратковременный дождь и гроза, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днём 20-22 градусов тепла. В картины галереи Черкесска состоялась торжественная открытая защита дипломных работ. Десять выпускников Колледжа культуры и искусства имени Аслана Ладаурова представили свои уникальные произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Подробнее Дарья Тендит. На протяжении полугода Мария Мажарина, выпускница Колледжа культуры и искусства имени Аслана Ладаурова, трудилась над созданием своей работы. Её композиция «Жизнь Кавказа» выполнена в стиле «Батя холодной техники». Мария рассказала, что труднее всего было определиться, а сам процесс ей понравился. Ничего бы не получилось без наших замечательных преподавателей. Именно они подталкивали и поддерживали меня, поделилась выпускница. Моя работа получилась двузначная, то есть она может быть как украшением на стене в виде панно, либо как полоток, украшающий голову. «Золотые руки» – так называет своих выпускников заведующий отделением декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Эмма Лапугова. На протяжении 30 лет в картинной галерее «Черкеска» проходит открытая защита дипломных работ. Каждый желающий может посетить выставку. Работы уникальны второго экземпляра, вы не найдёте, отметила Эмма Владимировна. Композиции были выполнены в 12 направлениях декоративно-прикладного искусства. Такой работы вы нигде не встретите. Выпуск очень сильный, несмотря на то, что мы пережили пандемию и ремонт. У меня нет пожелания, чтобы они себя нашли в этой жизни, нашли применение своим рукам. Рауль Барцин в 13 лет увлекался резьбой, но не умел пользоваться стамесками, вырезать, поэтому решил улучшить свои навыки в колледже имени Аслана Даурова. На протяжении 9 месяцев он старательно трудился, уделял всё свободное время изучению дополнительных материалов, чтобы работа была готова точно в срок. Тема моей дипломной работы была выполнить нарды. Они были в кавказском стиле. Там присутствуют элементы адыгского орнамента. Также я выполнил сюжет «Два всадника». Я думаю, что своей цели добился. Представленные работы были выполнены на высоком профессиональном уровне. Об этом говорили гости мероприятия. Со словами поздравления к выпускникам обратился министр культуры Карачаева-Черкесии Зурапа Гирбов. Он также поблагодарил преподавателей за труд в подготовке специалистов. Зурапа Гирбов отметил, что открытая защита выпускников – яркое и красочное событие, на котором побывать – одно удовольствие. Спасибо большое. Всем успехов. Надеюсь, что вы и дальше будете продолжать это всё делать на благо республики, но и на свой заработок. На защите дипломных работ также были представлены и другие разные интересные картины и подделки. Во всех авторских работах были использованы традиционные национальные мотивы и орнаменты. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Какая боль, какая боль. Нарт-Ордон 6-0. Все зрители дружно подпевали строчки из знаменитой песни. В Черкесске состоялся футбольный поединок между нартовцами и гостями из Северной Осетии. Матч был ярким и запомнится болельщикам надолго. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на празднике футбола. В выходной праздничный день любители футбола решили не сидеть дома, а пришли поддержать ФК «Нарт». Несмотря на часовое опоздание по техническим неполадкам у соперников, зрители дождались выхода на поле футболистов и поддерживали на протяжении всего матча. Нартовцы, долго не думая, на 15-й минуте первого тайма распечатали счет. Опытный нападающий Азамат Курочинов обработал мяч и заколотил его в сетку, не оставив надежды вратарю Ордона. На 41-й минуте с точного паса Курочинова второй гол забивает Амир Джумаев. Зрители ликуют и уже через минуту счет становится 3-0 снова от Галеодора Курочинова. А на перерыв ребята уходили уже со счетом 4-0. Автором стал Вадим Абедоков. Мы пообщались с героями встречи. Отдельно сказать спасибо болельщикам нашим, которые пришли даже в праздничный день, пришли поддержать нас. А так все прекрасно, да все хорошо. У нас продолжаются победы. Надеюсь, все дальше будет только продолжаться в том же духе. Все прекрасно, полностью доминировали в игре. Спасибо болельщикам в очередной раз, что пришли поддержали. Готовимся к следующей игре. Нам надо выигрывать все наши матчи. Спасибо всем за поддержку. Поддержка болельщиков неописнима. Очень рады. Хотим их радовать, не подводить. Ждем больше болельщиков на каждом году. Спасибо им большое. Зрители довольны исходом встречи. Рады возвращению футбола в республику. Стоит ли говорить о мальчишках и девчонках, которые с нетерпением ждут момента сфотографироваться с любимыми игроками, взять автограф или пожать руку. Великолепный. У меня вспоминается матч Аргентина-Ямайка 6-0. Отличный матч. И всех поздравляю с победой. Второй тайм выдался также голевым. На 66-й минуте забился Услан Албегов. А под занавес встречи гол забивает Амир Джумаев. Таким образом счет становится 6-0. Генеральный директор НАРТ Алибек Корпмазов гордится командой и делится впечатлениями. Очень красиво играют. Молодцы. И в основном приятно то, что Курачинов, Абидоков, Джумаев сегодня отличились. Я рад, что у нас сплоченная команда. И большое спасибо всем болельщикам Карачаева-Черкесии за их поддержку. Следующая домашняя встреча НАРТа пройдет 5 июля с ФК Беслан из Осетии. Футболисты просят болельщиков обязательно посещать матчи и поддерживать команду. Ведь эти овации с трибун помогают лидерствовать и дают путевку во вторую профессиональную лигу. Альбина Курочинова-Кенжио. Вести. Карачаева-Черкесия. И это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите сериал «Все как у людей». Продолжение. Всего доброго. До встречи.